Новые тимуровцы уже давно помогают старикам не прячась. Даже наоборот, в каждом доме ветеранов они долгожданные гости. Очень часто, когда приходят новые тимуровцы к ветеранам войны, ветеранам труда, особенно к ветеранам войны и к вдовам погибших ветеранов, то очень часто они говорят, что нам не надо помогать, нам уже оказали помощь работники социальной защиты. Мы просто хотим пообщаться с вами, с молодыми ребятами, рассказать вам о прошедшем времени, о трудностях, которые они пережили во время Великой Отечественной войны, чтобы молодежь хранила эту память и передавала ее из поколения в поколение. Андрей Кононов со своими друзьями вступил в отряд несколько месяцев назад. Сегодня он со своими товарищами помогает нескольким десяткам человек. По словам тимуровца, для него это дело чести. Вот и сегодня на уборку братского захоронения они вышли дружной командой. Ну мне кажется, то, что люди вспоминают только о том, что сделали для нас наши деды 9 мая и стараются что-то сделать, да, приукрасить к этому времени, убраться, мне кажется, это делать неправильно, потому что об этом нужно помнить всегда. И почему бы сейчас не прийти, не убраться, не сделать, да, на один час с друзьями, вот, почему бы не помочь. Этот мемориал – главное напоминание лабинчанам о тирании фашистских захватчиков. Во времена оккупации на этом месте за рекой Кукса было расстреляно почти полторы тысячи местных жителей – стариков, женщин и детей. За несколько часов тимуровцы очистили территорию от листьев, побелили деревья и убрали мусор с прилегающей территории. Подобные акции, по словам директора Центра досуга молодежи «Портал», будут проходить не только в преддверии праздников, а гораздо чаще и станут доброй традицией для молодежи Лабинска. Алексей Карпов, Георгий Сопов, телекомпания Лаба.